Ну что, мы отторимся? Камера, звук, начали! Здравствуйте, меня зовут Настя и я режиссер. Как у любого творческого человека, в моих заметках хранится полный хаос из идей и наметок сценариев, которые никогда не воплотятся в жизнь по той или иной причине. И в этом выпуске я хотела бы рассказать вам первую историю, которая называется «Впечатление». Вообще, мне больше нравится, как она звучит на французском. И, конечно же, эта история будет о любви. О большой любви. Лето 1914 года. Юг, Франция. В семье владельцев гостевого дома живет маленький мальчик по имени Даниэль. С детства он увлекается рисованием и проводит очень много времени за этим занятием. Вы только представьте, вся его небольшая комната была погружена в бесконечные наброски и зарисовки. Однажды его отец, большой любитель гребли, попытался разделить свои интересы с сыном и спросил у него, что же такое он находит в своей вечной возле с кисточками и красками. На что получил довольно лаконичный ответ. Я рисую то, что вижу во сне. Благо, отец Даниэля был благоразумен. И он не только не запретил сыну заниматься не мужским занятием, но и всячески поспособствовал этому. Он отправил его учиться к лучшим учителям и купил самые хорошие краски. Но это все предыстория. Если бы я хотела рассказать вам историю о том, как нужно воспитывать детей, я бы просто написала небольшое пособие и ограничивалась бы на этом. Но это кино. И это больше, чем просто поучительная история. Однажды в дом нашего главного героя приехали погостить друзья семьи, взрослые чета и трое их детей. Как и принято в любой приличной семье, было решено устроить застолье. Весь этот день Даниэль провел в своей комнате за учебой. И, понятное дело, это ему не нравилось. Он бы предпочел пойти в сад рисовать. Итак, застолье. Представьте себе картины Мане. Солнечный день. Разрастающийся сад. Нежно-зеленые листва колышутся от легких прикосновений ветра. И посреди всего этого белоснежный стол с белоснежной скатертью, белоснежной посудой. Белоснежное платье хозяйки приема. И даже белоснежная собачка прибывшей четы. Даниэль выходит к гостям и садится за стол. Проходит пять минут. Десять. Никто не приступает к трапезе. Даниэль оглядывает гостей. В чем же дело? Отец словит его взгляд и в непонимании произносит. Но где же она? Внезапно уютную тишину сада нарушает девичий смех. Настолько легкий. Настолько естественный. Что его легко можно было бы перепутать с шелестом колосик в пшеничном поле. Даниэль поднимает голову и видит через открытую калитку сада, что по лугу бежит девочка. Ее лицо тяжело разглядеть. Она настолько увлечена игрой с самым белоснежным песиком, что человеческому глазу остается видеть лишь развивающееся белое платье и золотистые длинные кудри, отражающие солнце. Даниэль посмотрел на нее и больше никогда не видел мир таким, как прежде. Образ девочки, играющей на лугу с собакой, навечно вошел в его сознание и заполонил с собой все сердце. Пока наш юный герой вспоминал, как правильно дышать, маленькая Полин уже наполнила с собой весь сад и села прямо против него. Началась трапеза. И в хаосе взрослых разговоров о войне Даниэль пытался разглядеть в нежданной кости своего сердца то естество, ту природу, которая заставила его почувствовать себя Андреем Балконским под небом Аустралица. Я понимаю, эпохи разные, это звучит как историческая ошибка, но те, кто читал «Войны и мир», поймут, о чем я. Размышление Даниэля прорывало легкий перезвон. Полин посмотрела на него, немного наклонилась вперед и со всей присущей нежностью произнесла. Мама говорила, «Вы рисуете?» Этот эпизод своей жизни Даниэль сотни раз попытается восстановить на бумаге, но ни один инструмент в мире не поможет ему поймать, сохранить всю естественность и легкость Полин. Как вы уже поняли, с юным Даниэлем случилась любовь. Сложно ответить точно, повезло ему или нет, что это прекрасное чувство настигло его в столь раннем возрасте. Но могу сказать только одно. Когда его через много-много лет спросили, что самое лучшее и худшее случалось с вами в вашей жизни, он ответил лишь одно слово – любовь. Через две недели началась Первая мировая война. И на этом я, наверное, остановлюсь. Теперь у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам, как это сложится дальше, судьба Даниэля? Или мне лучше удалить эту заметку и перейти к следующей? Буду бесконечно благодарна вам за обратную связь. Как там говорят? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам правда интересен мир в моей голове. Желаю всем-всем любви, тепла и света. Стоп! Снимите, пожалуйста, мне птичку, я уже не могу. Спасибо вам большое.